Всем добрый день. Меня зовут Сергей Попков и мой коллега Виталий Черемисинов. Я никак не могу запомнить твою фамилию. И сегодня мы с вами поговорим, что такое современный веб-дизайн. Что хорошо, что плохо, в чем смысл новой красоты, как в компании организовать процесс по созданию такого современного дизайна, ну и в общем с какими проблемами мы сталкиваемся, как можно улучшить, как продавать дизайн отдельно, какая психология заказчиков сейчас есть на этот счет. Итак, давайте начнем. Ну, начнем мы, естественно, с легкого понимания того, что сейчас хорошо, что есть современно, а что не очень. В последнее время стало популярно говорить про тренды. Технологии стремительно меняются, поэтому тренды в том числе появились и в веб-дизайне. Практически в конце каждого года крупные агентства, либо эксперты выпускают свою подборку трендов. В конце прошлого года трендов было достаточно много, но мы решили отобрать самые ключевые, на наш взгляд, самые интересные, необычные и местами даже… Шокирующие. Шокирующими. Итак, начнем. Первый тренд – это, конечно же, то, что Google запустил свой, наконец-таки, общий полный гайдлайн, который называется Material Design. А что такое Material Design? Ну, Material Design – это единая экосистема всех интерфейсов Google на всех платформах, и это материальный дизайн. Материальный дизайн – это дизайн, который можно пощупать. К сожалению, у нас присутствуют некоторые проблемы с качеством воспроизведения видео. И скоростью. Поэтому мы не сможем вам показать красивый Material Design, который строится в основном на анимационном интерфейсе, на массе микровзаимодействия. Это когда кнопка превращается в поле, когда поле превращается в кнопку, и все в этом духе. Давайте поедем дальше. Ну, с этим проще. У нас появился такой компонент, как часовщина. Еще до появления Apple Watch дизайнеры взялись за концепты, отрисовки всяческих приложений для часов. Как мы знаем, у нас также уже есть в продаже часы Moto 360 с абсолютно круглым дисплеем, и он также вдохновляет многих дизайнеров на всяческие концепты и новые восприятия, новые взаимодействия с этим маленьким дисплеем. То есть уже сейчас можно найти на каком-нибудь бехансе массу интересных кейсов с описанием разработки интерфейсных концептов специально под часовые гаджеты. Да, едем дальше. Ну, естественно, еще проще, еще больше. Минимализм набирает обороты. Дизайнеры бьются за каждый пункт, за каждый шрифт, выбрасывая все лишнее, делая фотографии еще больше, заголовки еще крупнее для того, чтобы дизайн сайта как можно проще и быстрее подходил на все платформы, меньше тормозил. В общем, выбрасываем все лишнее, оставляем все самое необходимое. Карточки. Ну, как мы понимаем, есть такое понятие карточек. Это компонентный дизайн, дизайн в контейнерах. В общем, все, что можно себе организовать в геометрическом пространстве, можно разложить по карточкам. Поэтому карточки также набирают стремительную популярность. Если мы знаем, Pinterest изначально существует на карточках, eBay перешел на карточки. И вот даже то, что мы видим, это новый концепт Facebook Paper, он тоже как бы более, скажем так, визуально активно использует вот этот формат карточек. Карточки легко создавать, их легко кастомизировать, их можно раскрашивать в разные яркие цвета, можно делать из них виджеты, можно делать новости, приюшки фотографий. И все это всегда отлично выглядит на всех устройствах. Лонгрид и стори-тейлинг. Ну, есть такая история, что пользователю все сложнее и сложнее потреблять большое количество контента. Это скучно. Если мы имеем, к примеру, пять или более абзацей текста, написанные в скучной статье, то, скорее всего, пользователь уйдет с этого сайта, ему будет неинтересно ее читать. Поэтому дизайнеры придумали такой подход, когда текст насыщается всякого рода интерактивной информацией. Это инфографика, интерактивные карты, видеоролики. И здесь опять нас подводит компьютер. Мы не можем показать… Например, здесь пример со статьей про пальмовое масло. То есть навряд ли кому-то будет просто так интересно читать статью на Википедии про пальмовое масло. А здесь достаточно большое количество всевозможных анимаций, гивок и так далее. И это как-то разбавляет достаточно сухой и местами скучный текст. Да. Едем дальше. Ну и, конечно же, анимации. Поскольку элементов на страницах сайта становится все меньше и меньше, все больше минимализма, то дизайнеры в этом плоском дизайне пытаются как-то разнообразить свою жизнь тем, что они анимируют элементы, анимации становится больше. И в этом заключается весь смысл. Новый опыт взаимодействия, новые анимационные иконки по ховерам. Все это… Это также нарастающий тренд. Ну и как бонус диетический гамбургер. Мы впервые его увидели. Это обновленный гамбургер меню, который состоит всего лишь из двух полосок. Это сделано намеренно и специально, чтобы он лучше трансформировался в крестик. Ну и весьма интересный пример – это отказ от фотографий. То есть если раньше дизайнеры приукрашали сайта контекстными фотографиями, ну, к примеру, там счастливая семейная пара или мужчина на фоне автомобиля, который получил автокредит, все это было необходимо для того, чтобы лучше и красивее выглядело, то теперь есть такая тенденция, что мы не видим этого смысла. То есть если мы берем, например, новый сайт Virgin America, то это вроде бы сайт авиакомпании, но при всем при этом мы заходим и на нем нет ни единой фотографии. Сразу взаимодействие пользователя начинается с того, куда он хочет полететь. Нет самолетов, самозливых стюардесс и всего прочего, потому что по большому счету все это не нужно, наша задача как можно быстрее сконцентрироваться на цели пользователя, дать ему то, что нужно и не отвлекать его на всякие странные вещи. Соответственно, вернемся в реальность. Мы еще раз посмотрим на новый сайт Virgin America и посмотрим, в какой ситуации находится российский рынок. Видно, что, в общем-то, нам есть к чему стремиться. Мы не будем на этом долго останавливаться. Итак, приходим мы к тому, что сталкиваемся с закатом эпохи классического дизайна, к которому мы обычно привыкли. То есть дизайнерам сейчас уже не обязательно рисовать красочные коллажи. Они могут пользоваться просто одной фотографией, затемнять ее, ставить на нее крупную надпись, и это смотрится модно и современно. Фотобанки. С ними также надо быть аккуратнее, потому что большинство фотографий используется по 10 раз, и никому от этого, в общем-то, ничего хорошего не получается. Орнаменты, тени и прочие оформительские элементы, как средства визуального отягощения, они также отправляются в мусорную урну. Все, за что мы боремся, это за внимание пользователя, за крупные тайтлы, за органичную верстку, ну и все в этом духе. Соответственно, у дизайнера появляется гораздо больше возможностей. То есть технологии также не стоят на месте. В общем-то, на смену громоздкому тяжелому фотошопу приходит скетч. Нельзя его, конечно, однозначно назвать продуктом выбора для дизайнера, потому что верстальщики его, конечно, так активно еще не верстают. У него определенный формат. Но, однако, скетч быстрее, он гораздо быстрее и больше делает шаблоны. Это достаточно интересный инструмент. Можно несколько автоматизировать процесс гораздо быстрее. Да. Визуальные фреймворки, которые позволяют, в общем-то, в считанные минуты создавать пресеты всех готовых кнопок, чекбоксов, полей по необходимым параметрам. Естественно, что все уже понимают, что все иконки стандартизированы. Есть иконка меню, есть иконка домика, есть иконка корзинки. И не имеет смысла каждый раз выдумывать новую. Поэтому все готовые иконки и всячески готовые шаблонные решения, которые хорошо работают. Как мы знаем, там главная страница сайта, большая фотография, три баннера. Никто уже не придумывает велосипед. Соответственно, как теперь должен думать дизайнер? Красота – это, естественно, простая идея. Надо быстро понять, о чем идет речь, о чем продукт. Надо выстроить быструю и лаконичную логику от первых секунд посещения, от вовлечения до конкретной цели, до клика на отправить заявку. Это должно быть все легко, минималистично. Ну и, соответственно, как думает дизайнер, что если меньше вкусовщины, если я потрачу меньше времени на отрисовку ручных теней и прочих орнаментов, то, соответственно, работа у меня будет двигаться в каком-то русле быстрее. Но психология заказчика, а в частности и российского заказчика, она по-прежнему остается местами специфичной. Конечно, заказчик должен думать о том, что вообще о чем дизайн. Дизайн – это же все-таки… Конвекция. В том числе инструмент, который работает на привлечение денег с моего сайта, это конверсия, конверсия, конверсия. Ну, а если, соответственно, на сайте не осталось ни теней, ни орнаментов, то зачем дизайнеру платить за это много денег? Но в реальности мы опять имеем абсолютно старую картину. То есть это простая идея, которая была изначально, о которой договорился заказчик и дизайнер. Потом были правки, правки, правки. Мы получили низкую конверсию. Ну и все это оказалось дорого, нерентабельно. И в большинстве случаев это плохая коммуникация. В реальности заказчик с дизайнером часто общаются абсолютно на разных языках. Дизайнер мыслит, что ему нужно, несомненно, восхитить заказчика. Он с ним проводит буквально небольшой брифинг. Иногда что-то не слышит, что-то не понимает. Поэтому и заказчик пытается до него донести, и не всегда у него это получается. Поэтому, исходя из всего этого, процесс весьма затягивается, и как раз происходит то, что мы видели на предыдущем слайде. У нас бывают случаи пожестче, когда, к примеру, на одного дизайнера приходит сразу несколько заказчиков. Если мы берем, к примеру, классический банк, то в одном банке сразу работают несколько заказчиков. Это разные департаменты, и у всех есть определенные требования к одному и тому же дизайну. Что еще усложняет задачу? Бывает на длинном проекте наоборот. Несколько дизайнеров работают с одним заказчиком, и это тоже не приводит ни к чему хорошему. Теперь расскажем, как это вообще по науке должно быть, и как мы стараемся работать. Мы разбили весь дизайн на огромное количество этапов, которые представляют себя аудит, аналитику, проектирование, непосредственно сам дизайн, который у нас теперь называется просто косметика, тестирование и петля улучшений. По большому счету основная проблема заказчика заключается в том, что он лишь формирует потребность. То есть чаще всего он приходит, вероятно, у него есть какие-то цели. Он может сказать, что я хочу зарабатывать с помощью моего сайта больше денег, получать больше заявок. Но это не всегда так. На этот предмет у него надо предварительно много и часто уточнять, задавать вопросы. К сожалению, в текущей практике заказчик приходит без четко сформированной цели и иной раз даже непонятно, как пользователи ведут себя на сайте. Есть масса примеров, когда крупные и знаменитые проекты элементарно ставят себе какие-то системы аналитики. То есть может трафик достигать несколько десятков и сотен тысяч пользователей в день, при этом нигде это не фиксируется, не собирается. Это действительно большая проблема. Ну и соответственно, что это за собой были счеты? Безусловно, это больше этапов. Скорее всего, это будет стоить дороже. В этом процессе задействовано гораздо больше специалистов. Но при этом мы сразу получаем корректировку целей и задач заказчика. В принципе, это можно делать и с меньшими силами, но вероятнее всего это очень сильно необходимо, потому что где-то уже на представлении той же дизайн-концепции заказчик может сказать, что я ждал от вас совсем не этого, вы мне сделали не то, и зачем все это. Соответственно, это большое количество этапов предполагает вовлечение заказчика с правильной стороны, с научной. То есть мы говорим о том, что если заказчик вовлекается в процесс аналитики, в процесс проектирования, то скорее всего коэффициент вкусовщины на проекте у него значительно падает, потому что ему постоянно объясняют, зачем же ты все это делаешь. Ну и соответственно, исходя из этого снижения наших рисков, потому что, как мы знаем, что процесс дизайна в веб-студии это самый рискованный процесс, когда мы можем, имея фиксированный бюджет, переделывать, делать 20 вариантов макетов и ни разу не попасть. Это значительно повышает наши риски. Ну и исходя из этого, мы подходим к процессу эволюции ролей. Мы понимаем, что эти шесть этапов на одного дизайнера, это как-то многовато. Он у нас начинает быть похож на какого-то супермена, то есть один человек, который делает аудит, аналитику, проектирование, потом делает концепцию, технический дизайн, а потом еще доходит до тестирования, скорее всего он умрет. Не переварит он такое количество вещей. Поэтому вначале у нас появилась история того, что мы разделили дизайнера и проектировщика. Всем уже вполне знакомая картина, что проектировщик активно работает с заказчиком, его как-то аудирует и исходя из структуры создает прототипы черно-белой схемы. И когда заказчик все это согласовывает, то дизайнеру уже гораздо проще работать над стилевым компонентом, что в принципе в рамках разделения труда, разделения ролей на нашей практике работало отлично, но до какого-то момента. Но, к сожалению, в реалии проектировщик очень мало чем отличается от классического дизайнера. То есть основное отличие в том, что оба думают о пользователях, только один свое переживание о пользователях выражает в виде черно-белых прототипов, а другой эти прототипы разукрашивает. А переживать и думать за пользователя недостаточно, нужно его изучать, пытаться понять не путем каких-то собственных ментальных моделей, а изучение ее особенностей, его поведения. И на этом этапе к нам подключается человек под названием аналитик, который занимается изучением пользовательского поведения. И сейчас мы расскажем чуть подробнее, как этот процесс работает. Причем три года назад мне казалось, что аналитик бывает только финансовый. Это как раз те люди, которые предсказывают курс рубля. Их много бывает. Я вот не предсказываю. Сергей. Да, ну еще раз вернемся к тому, что если раньше дизайнер думал и делал просто красивые картинки, не было задачи думать, скажем так, головой, думать над такими вещами. Конверсия, пользователи. Конверсия, да, что это вообще такое. Мы просто пытались каждый раз удивить заказчика просто красивым восприятием, то теперь перед дизайнером становится вот такой многозадачный список. Собственно говоря, конечная задача дизайна, то есть в любом случае это классно, когда у нас есть красивая картинка, но продуктологи, бизнес-аналитики внутри компании в любом случае будут оценивать новый продукт с точки зрения бизнес-показателей. Это конверсия, то есть конвертация пользователей в заявки, в покупки и так далее. Снижение издержек в текущих реалиях, я думаю, многие из вас сталкивались или столкнуться с теми, что компании пытаются сократить операционные издержки, то есть снизить нагрузку на колы, контакт-центры и максимализировать все это путем внешнего общения, то есть через интернет. CRO, RO, LTV – это все бизнес-данные, за счет которых, ради чего мы перерабатываем новый интерфейс. И достаточно старая практика, ставшая трендом в этом году, это персонализация контента, то есть адаптация группы страниц, страниц и содержание странички под какую-то группу пользователей, а в редких случаях и под каждого конкретно. Идем дальше. Собственно говоря, все это наполнилось таким вот облаком страшных аббревиатур, терминов, методологий, и сейчас мы постараемся вам рассказать, как все это можно поместить в один большой процесс и в этом не зарыться. Разумеется, прежде чем начать разрабатывать классный, продающий, красивый проект, мы не беремся за аналитические инструменты, за графический редактор и, боже упаси, за акшур. Мы идем к заказчику, спрашиваем, как у него дела, угощаем его кофе и параллельно расспрашиваем о его бизнес-процессах. Очень важно понять особенности целевой аудитории заказчика. То есть мы сами можем пойти в поля, составить какой-то скринер, отдать этот скринер рекрутингом и найти потенциальных людей, которые могут быть интересны этот продукт. Но по определенной практике заказчик проводил ряд этих работ и примерно представляет себе, кто его целевая аудитория и какая у нее боль происходит в момент взаимодействия с его продуктом. Какие основные косты терпит компания, это то, о чем я говорил раньше. То есть многие финансовые проекты, например, им очень больно, когда им звонят контакт-центр, потому что обработка одного заказа, одного лида обходится им достаточно на такую интересную сумму. Да, казалось бы, стоит убрать телефон из верхней части шапки в подвал и нагрузка на контакт-центр значительно уменьшится. ФСЗ запрещает? Нет. А у Тинькова висит. У Тинькова есть телефон? Есть, конечно. Ну, нельзя просто аксессуровать. Ну, да. Структура работы компании. Тоже важно понимать, как клиент, который обратился за финансовой услугой, будет жить в этой компании. Как его лид будет передаваться из отдела в отдел опыта и насколько быстро он получит окончательный ответ. Это, собственно говоря, то же самое относится и к циклу разработки. И самое частое – это ряд технических ограничений. Я думаю, многие из вас сталкивались или столкнутся с проблемой, когда вы разработали потрясающий интерфейс. Он продуманный, проанализированный, но оп, и собрать нельзя по той простой причине, что платформа, на которой базируется текущий проект, не поддерживает те интерфейсные элементы, которые вы переработали. И все. Закрываем. И, собственно говоря, по результатам нашей первичного аудита мы можем посоставить вот такую структурную диаграмму, которая опишет этот пример. Он взять немножечко не из этого. Который примерно расскажет нам о том, как живет проект, какие у него есть основные циклы и как дальше взаимодействовать. Идем дальше. Собственно говоря, после того, как мы провели аудит и примерно поняли бизнес заказчика, мы начинаем работать с аналитикой. Сразу забегу немножко вперед. Аналитика у нас делится на качественные и количественные данные. Кто не знает, чем отличаются качественные от количественных? Никто не знает? Что? А качественные в килограммах? Окей. Ну, почти, но не совсем. Количественные данные, их много. Например, из вас, наверное, многие знают, что такое Яндекс.Метрика, Google Analytics. Это данные количественного формата, когда мы их обрабатываем программно. И начнем с количественных. Мы их получаем из системы аналитики и можем получить следующий тип информации. Конверсионные навигационные воронки. Например, у нас есть точка А, есть точка Б. И мы хотим, чтобы клиент из точки А в точку Б проходил с минимальными потерями. Потому что не было такого, что сто зашли, один дошел. Поэтому нам необходимо понимать, куда уходят пользователи в момент взаимодействия с тем или иным магистральным путем. Инпейдж данные, как пользователи вводят мышкой, куда пользователи кликают, как пользователи скроллят, какие объекты пользователи выделяют. Это все мы можем получить путем интеграции тех или иных аналитических инструментов. И это важно, потому что позволяет четко понять пользовательские вызывальные акценты. Места и причины ухода – это, по сути, то же самое. То, что и первое. Конверсия, ROI, TP – это бизнес-показатели, которые нам необходимо увеличивать. То есть мы не можем работать слепо. Нам нужно знать, что сейчас 2%, и что будет после того, когда мы изменим тот или иной интерфейс, в какую сторону улучшатся или уменьшатся показатели. И ошибки, которые возникают у пользователя. Ну, собственно говоря, это те барьеры, которые у него возникают в момент взаимодействия с тем или иным этапом. И несколько примеров того, как могут выглядеть подобные аналитические отчеты. Ой, я извиняюсь. Я совсем забыл про качественные данные. Качественные данные – это когда мы работаем с какой-то узкой группой респондентов, пользователей. И это выражено в каких-то опросах, исследованиях. И когда мы, например, берем 10 человек и с каждым из 10 общаемся лично и понимаем барьеры точечно. То, что, например, Мария Петровна не нравится то, что у нее импут с острыми короями, а Василию Петровичу не нравится, что он закругленный. Это абстрактно. И так мы можем подтвердить какие-то количественные данные качественными показателями. Важно понимать то, что это не или, или это и. То есть необходимо использовать и то, и то, и желательно на каждом проекте. И несколько примеров. Дальше. Это пример акцента, вознемодействия пользователя с главной странички сайта, как строятся визуальные акценты. То есть зашел он на страницу и что он делает. Например, многие компании до сих пор предпочитают где-то в первом экране, либо чуть ниже располагать информацию о новостях. Зачем непонятно? Потому что, как правило, с ней не взаимодействуют. И именно такие отчеты позволяют понять, какие блоки важны для пользователя, какие второстепенные. Ну то есть это можно сделать достаточно просто, не перебегая к дополнительной сложной настройке. То есть мы, в принципе, стараемся показать, как это можно сделать без дополнительных интеграций. Идем дальше. Еще разочек. Это как раз-таки конверсионная воронка, в которой мы можем понять, как пользователи с точки А передвигаются в точку Б и какая боль у него возникает в момент взаимодействия. То есть куда он уходит, как много уходит, а сколько человек возвращается, и почему они уходят и так далее. Идем дальше. Ошибки. Это пример из ошибок на полях, которые возникают у пользователя. Это тоже важно понимать, какими полями ему сложнее всего взаимодействовать. А это что такое? Нет. Какая? Тепловая какая? Нет. В чем измеряется внимание? Еще раз. Да, курсор мышки. Абсолютно точно. Это карта курсора мышки. И ее особенность заключается в том, что вроде бы простой отчет. То есть движение мышки. При этом компания Microsoft, у нее достаточно большое количество лабораторий, в которых они изучают новые интерфейсы. И они не так давно провели очень интересное исследование. Знаешь, что такое айтрекер? Думаю, все слышали хоть не раз. И исследование показало, что порядка 90% данных из айтрекера коллирируют с данными из маус-мува. Это маус-мув. То есть пользователи, ну, определенный процент пользователей вслед за движением глаз вводят мышкой. И подобные карты позволяют нам четко понять, как разделяются пользовательские акценты. Например, мы видим то, что достаточно важный промо-блок для компании, расположенный справа от страницы, он в слепой зоне. Но это частая практика. И это позволяет нам делать такие первичные выводы, перерабатывать интерфейс и быстренько их тестировать. Идем дальше. А это пример качественных данных, когда мы общаемся непосредственно с респондентской группой. И в качестве примера мы показали на примере карточной сортировки. Кто-нибудь слышал, что такое карточная сортировка? Не слышали. Представьте себе то, что мы взяли навигационный каталог, например, крупного интернет-магазина либо крупного телеком-провайдера. Каждый параметр и значение в каталоге мы разложили в виде карточек. И дали им название, и дали им описание. И, например, кладем 50-ю респондентами по очереди и прилагаем, друг, возьми эти карточки и сделай из них идеальную навигационную структуру лично для себя. То есть как будто это ничем не ограничен. И параллельно задаем у него уточняющие вопросы. А почему так, а почему эдак? И на выходе мы получаем абсолютно продуманную и собранную навигационную структуру для конкретного пользователя, дабы исключить всяческую вкусовщину и, не дай бог, экспертизу. Ну да, к примеру, заказчик говорит, ну как же так, как же я на главной странице без блока новостей. Яркий пример для банка. Ну для банка это в принципе обязательное требование. Но вот, к примеру, для телеком-провайдера зачем новости на главной странице? Ну да, то есть это достаточно большое пространство, которое можно отдать под более полезность. Потому что у меня 5 лет подряд на сайте на главной весельной новости. Это очень важно, что у меня открылся новый отдел продаж в Москве, в Бутово. Понять, кому это нужно. Идем дальше. Проектирование. Ну, как сказал Сергей, то, что это достаточно уже популярное явление, когда в агентстве, не в агентстве встречается такая персона, как проектировщик. Но стоит понимать, что проектирование это не Акшура, это не Нильсен, это не Купер, это прежде всего работа с теми данными. Ну то есть это постфактум работы с данными. То есть проектировать нужно не экспертно, ну то есть о пользователях. Если вы эксперт, вам, наверное, не повезло. И, собственно говоря, в чем заключается работа проектировщика, проектирования и так далее. Кстати, мы не разделяем проектирование и аналитику, у нас это делается одними людьми. Разработка информационной архитектуры, то есть ИАшки, ИАшечки, как будет выглядеть навигация, какие разделы и там блоки будут в нее входить. Разработка сценария в поведении на основе полученных данных. То есть мы знаем, что так плохо, и мы предлагаем, как будет хорошо. Разработка навигационных диаграмм, разработка интерактивных прототипов и тестирование прототипов. Собственно говоря, на последних двух пунктах я хотел бы заострить свое внимание и перейти к небольшому кейсу. Мы специализируемся на работе с финансовыми услугами и достаточно часто разрабатываем сервисы, которые не позволяют собрать данные на этапе предпроектного. То есть, например, интернет-банки преимущественно по законодательству не имеют права ставить систему количественной аналитики. Поэтому нам приходится либо довольствоваться общением с бизнесом, либо общаться с узкореспондентской группой. Но нам всегда этого недостаточно. Мы позволяемся наши интерфейсные решения проводить через пользователя еще на этапе проектирования. И, собственно говоря, вот небольшой кейс, как мы это делаем. Мы берем акшуровский прототип, выгружаем его в HTML и загружаем на какой-нибудь GitHub. И получаем полноценную статичную ссылку с полноценным интерактивом и с возможностью свободы навигации пользователя. Эту HTML-ссылку мы сажаем в сервис, который позволяет дать пользователям конкретные задания и проверить их навигационные цепочки. Например, это пример с сервиса loop11.com. Пожалуй, самый сильный инструмент в этом сегменте. То есть, как он работает? Мы говорим, вот это прототип, бла-бла-бла, пожалуйста, мы вам подводим несколько простых вопросов. Вам нужно будет выполнить ряд навигационных сценариев и предлагаем ему начать взаимодействие. пользователь заходить на главную страничку, ему говорится, здравствуйте, вы хотите подключить, например, создать шаблон в интернет-банке, ваши действия. И пользователь начинает что-то выполнять. Это дашборд общего прогресса его выполнения. Момент выполнения задания у нас внутри. То есть, мы подразумеваем, что есть идеальный сценарий взаимодействия с личным кабинетом. Главная страница, страница создания шаблона, подтверждение шаблона, thank you page. Но на самом деле нет. На самом деле пользователь может добраться до конечной точки, там через два, через три сценария и так далее. И этот отчет представляет информацию о подобных навигационных диаграммах, как пользователь доходил до конечной цели. Это позволяет понять, какой сценарий наиболее частотный. Идем дальше. И еще один пример in-page данных. Тут мы в прототип встраиваем еще одну систему для количественной аналитики. Мы используем сервис hotjar. Это достаточно новая, интересная платформа по сбору in-page данных. И мы всегда можем понять, например, как пользователи скроллят или как пользователь вводит мышкой. На что они ставят основные визуальные акценты в момент выполнения того или иного сценария. И еще на этапе проектирования мы можем создать такие решения, которые будут проработаны еще до этапа дизайна. И это, во-первых, это упрощает сильно процесс утверждения. Потому что мы утверждаем, то, что это будет работать неголословно. Мы знаем, что это будет работать. Идем дальше. Сергей. Ну и на наш классический… Какой сервис? Hotjar. Loop 11 и Hotjar. На наш классический этап дизайна остается совсем чуть-чуть. То есть мы понимаем, что мы приступаем к той самой классической модели создания дизайн-концепции, когда у нас есть уже достаточно большой объем данных, включая четкий аудит, более четкое формирование целей заказчика. Уже проведена аналитика. Если, к примеру, сайт существующий, то туда были установлены счетчики, мы собрали данные, посмотрели, что хорошо, а что плохо. Соответственно, передали все эти полученные результаты в проектировании. Проектировщик нам дал прототипы. Эти прототипы были согласованы с заказчиком. И, соответственно, вот мы подходим к косметической части. Ну, понятно, что самое уже такое проверенное это подготовка референс-листов, когда с заказчиком согласовывается вообще, какой стиль ему нравится, то, что ближе к его продукту, делается подборка, она может делаться взаимная. То есть мы даем 10 вариантов, заказчик нам дает свои там 5 вариантов. Исходя из этого, формируется уже четкое ощущение того, что же он там хочет по шрифтам, по форме композиции и так далее. Тенюшечкам. Тенюшечкам, да. Если, да. Соответственно, потом идет разработка дизайн-концепции. Здесь отдельно стоит дополнить, что после согласования дизайн-концепции, вместо того, чтобы беспорядочно рисовать вложенные шаблоны, мы делаем полный файл стилей. Гуишник мы его так называем. Соответственно, в этот гуишник входит все состояния кнопок, форм, полей, таблиц, фотографии, состояние фотографии. В общем, все те возможные и невозможные сценарии использования дизайна в сайте, с помощью которых мы страхуем себя и будущую разработку от непредвиденных новых нюансов, которые могут появиться в процессе. Что-то не доделали, как будет выглядеть форма обратной связи. Все это уже компонуется в этом едином стильвом документе. Ну и, соответственно, техническому дизайнеру уже остается просто из этого конструктора, из этого гуишника собрать вложенные шаблоны по прототипам, где-то местами подобрать фотки, где-то поспорить с заказчиком, какая фотография лучше, какая хуже. И в этот же процесс мы включаем фронт-энд. Мы считаем, что фронт-энд это тоже часть дизайна, потому что, исходя из того, что мы смотрели по последним трендам, если мы работаем с таким минимализмом, с таким вниманием к деталям, то дизайнер должен передавать верстальщику и в том числе его ощущения по тому или иному элементу, как он должен быть анимирован, как это должно взаимодействовать, все эти новые микровзаимодействия. В общем, масса нюансов для того, чтобы при верстке все эти JS-скрипты работали правильно, все это было красиво, аккуратно и сверстно пиксель в пиксель. Ну и, соответственно, классический вид прототипа, который мы обычно получаем уже согласованные в косметическую часть. Вот он выглядит вот так. Иногда в космическую. Можно и в космическую, да. Это вот как раз пример интернет-банка. Ну и, соответственно, дизайн-концепция, которая на базе этого прототипа получается. Здесь как бы стоит дополнительно отметить, что прототип, он не является как бы стопроцентным правилом для работы дизайнера. Потому что, когда дизайнер начинает раскладывать прототип, у него возникают свои каверзные нюансы. Он понимает, что эти плашки, если их организовывать так, они плохо живут, что белоснежный прототип при закраске цветом тоже плохо живет, поэтому они работают на пару с проектировщиком. И вот эти изменения концептуальные, которые вносит дизайнер, они претерпевают незначительные изменения в отличие от прототипа. Итак, мы разработали дизайн, мы его сверстали, прошел этап бэкэнда. И в самом начале мы рассказывали про так называемую петлю улучшений. И бытует мнение, и с этим мнением мы согласны, что самое жарато начинается вот здесь, когда проект уже выпущен. То есть вот она работа. И дизайна, и аналитики, и всего-всего-всего. Потому что проект уже запущен, он уже в поле, и есть возможность посмотреть, как дела до него. Мы придумали такую клевую штуку, а конверсия упала. Ну да. И как с этим жить? Ну да. И дабы не создавать негативное впечатление о себе у заказчика, мы начинаем всячески… Ну бывает такое, что даже продуманное решение в поле работает немножечко не так, как нам хотелось бы. И это не означает, что это ошибка, вы что-то не продумали, вы плохие специалисты, но есть определенные условия. Такое понятие, как конверсия, оно подвержено внешним факторам. Погода, финансо-экономическое обстоятельство, магнитные бури. Ну то есть это все влияет на такое абстрактное понятие, как конверсия. И собственно говоря, дабы убедиться в правительстве нашего решения, мы проводим несколько тестирований. Ну я думаю, многие зазнают, что такое АБ-тестирование. Это мне не надо застрять внимание. Правильно? Поднимите руки, кто знает, что такое АБ-тестирование? Отлично. А МВТ-тестирование? Нет? Рассказываю. Мультивариантное тестирование. То есть при АБ-тестировании мы тестируем там 2, 3, 4, 5, 6 вариантов и тестируем какие-то статичные изменения. Например, там цвет кнопки, размер формы и так далее или там группы элементов. В момент МВТ-тестирования мы тестируем закономерности. Например, у нас есть страничка. У странички есть желтая кнопка и форма с тремя полями. Есть другой вариант, на которой кнопочка красная, и форма с тремя полями. Третий вариант, где кнопочка слева, а не справа, и форма с двумя полями, то кнопочка черная. И на основе таких закономерностей мы понимаем, какая компоновка вариантов будет работать лучше. Это дорогое исследование, оно долгое. То есть АБ-тестирование, ну и само собой разумеется, оба эти исследования требуют математических моделей. Пи-значения и так далее. Я не буду углубляться. И очные и удаленные изобилия тестирования. Про один формат мы рассказывали. В виде тестирования прототипов есть другой вариант, когда мы садимся с респондентом за один стол и заставляем его при нас играться с интерфейсом. Ну и следим за его действиями и спрашиваем уточняющие вопросы. И, собственно говоря, несколько интересных примеров от западных коллег. О, я забыл шутку добавить. Знаете, кто больше всего использует АБ-тестирование? Как думаете? Ну, порносайты. Самые частные потребители любых типов исследований АБ или МВТ – порносайты. И многие тренды, к которым мы привыкли в современных интерфейсах, взяты из порносайтов. Это самая передовая, инновационная индустрия по погоне из-за конверсии. Ну да. Слушай, классический пример. Когда в интернет-магазин заходишь, мышку на фотку наводишься, товар увеличивается. Знаешь, откуда? И, собственно говоря, несколько интересных примеров о том, как небольшие изменения приводят к улучшению конверсии. Был сайт. У нее была небольшая литген-формочка, чтобы лидой собирать. Одна располагалась в правом уголке и выглядела в виде плашечки. Другая располагалась внизу и была линейная. Какая выиграла? К чему относится плюс 50%? Справа. Справа. Там стрелка. Там стрелка нарисована. Нет, стрелка ни о чем не говорит, по-моему. Идем дальше. А, да, стрелка говорит. А здесь ты точно всех запутаешь, да? Да. Еще один пример. Достаточно свежий кейс, крупный интернет-магазин. И ребята решили то, что, как говорил Сережа, карточки… Поиграть в карточки, в шрифты. Поиграть в карточки, тренд же. Сделать интересную композицию, некоторые товары сделать покрупнее. Ведь так красивее, необычнее. И, честно говоря, это вполне себе гипотеза. То есть мы делаем какие-то товары больше, какие-то меньше. Значит, мы на каких-то заостряем визуальное внимание. Скорее всего, они будут продаваться лучше. Ну, такая классическая гипотеза проектировщика. И ребята решили пойти по правильному пути и запустили небольшое исследование. И оказалось, что классический вариант выигрывал у нового на 17%. То есть, к сожалению, четкие цифры не можешь показывать. Это говорит о том, что любой вид изменения, даже который вам кажется мега-логичным, либо который вы посмотрели у более сильного оппонента, либо какой-нибудь Airbnb или GovUK, желательно проводить через тестирование на своих пользователях. Потому что каждая аудитория уникальна, и тем более даже среди банков. То есть возьмите два любых банка, и аудитория будет различаться. Идем дальше. Еще один пример. То же самое, только с обратной логикой. В этом случае у нас выиграла формочка в виде плашечки. И это еще раз подтверждает тот факт, что каждое решение под каждой аудиторией уникально. Не стоит плодить шаблоны, не стоит глупо брать решение у ваших конкурентов. И если вы где-то услышали у коллег по цеху, что конверсия подскочила в несколько сотен раз, у вас она может в несколько сотен раз упасть. И не надо тестировать шрифты никогда. Да. Это разные проекты. Виталий как раз говорит про контекст. Но не обязательно. Может вообще не измениться? Нет, шучу, конечно. Ну да. Идем дальше. А дальше Сергей. Ну, здесь коротко просто. Это коммерческий аспект. Модель получается достаточно многоярусная. Поэтому их можно продавать по нормам и частям специалистов. Можно, в принципе, работать по фиксированному бюджету. Мы также, в принципе, пытаемся продавать эти работы кусками, чтобы это было дешевле и эффективнее. То есть иногда заказчик приходит, он заказывает отдельно аудит. Иногда процесс доходит до проектирования. В общем, тоже как бы можно набирать в корзину, класть всякие эти разные этапы и продавать ему по отдельности. Приходит, как бы покупает отдельно концепцию. Концепция, естественно, никак не привязана к его текущим данным. Заказчик просто приходит и говорит, мне нужна красивая картинка. То самое. Отблески прошлого, да. И, соответственно, в рамках концепции эта красивая картинка ему упаковывается. Что происходит с этой концепцией дальше? Как он ее внедряет? Что он в итоге из этого получает? Как бы это все остается на его совести. Ну и, соответственно, мы видели петлю улучшений, мы видели тестирование, и у нас появляется абсолютно новая возможность, дополнительная возможность для развития дизайн-поддержки. То есть когда проект запущен, то у нас время от времени проходит тестирование, на которых мы получаем новые данные, проводим определенные улучшения, и это также дополнительно стимулирует заказчика продолжать работу с точки зрения улучшения дизайна. Но во всем этом процессе также присутствуют и такие неприятные моменты. Любой процесс не идеален, и поэтому мы отметили для себя основные вещи, с которыми мы сталкиваемся. Это конфликт интересов проектировщика и дизайнера. Это основная проблема, поскольку этих ролей теперь у нас в основном два, но аналитик пока еще не конфликтует, он не лезет. Не, ну мы стараемся заглаживать. Плюс у нас появилась возможность как бы пихать в лицо цифры иногда. Ну то есть с цифрами все, ну как бы даже дизайнеру интереснее работать в этот момент, когда есть фактическое подтверждение того, что он делает, если ты понимаешь, о чем я. Ну да, да. Ну, соответственно, преувеличенная роль креатива. Стоит сразу об этом сказать, что креатив в нашем контексте, он играет плохую роль. Когда, соответственно, заказчик хочет какую-то изюминку, то это, скорее всего, выдуманная история. Она никак не связана с бизнес-показателями сайта. Поэтому от креатива лучше избавляться и всегда с самого начала заказчику говорить, что мы вообще не про креатив. Вот. Немаловажная история – это потеря горизонта событий. Все мы, естественно, перфекционисты. И бывает так, что дизайнер ушел с верстальщиком делать анимационную форму и вернулся через две недели. Они боролись за вот этот новый космический вариант и абсолютно забыли, где они находятся, где они работают и где вообще находятся границы проекта. Это потеря горизонта событий. Когда некоторых специалистов в порыве страсти усасывает черную дыру на неопределенный срок. Поэтому за ними надо постоянно следить. Ну и завышенное ожидание заказчика – это тоже интересный момент, что заказчика нужно пинговать с самого начала. И вот эту цель, которую мы совместно с ним поставили, постоянно ему говорить именно про эту цель. То есть не стоит готовить заказчика к какому-то вау-эффекту. Надо стараться говорить ему так, что типа мы сделаем просто хороший продуманный дизайн и будем его в процессе улучшать. Это сократит всякие вкусовые риски и заказчик будет готов к тому, что он увидит. Вот и все. Спасибо. Вопросы? Нет вопросов? Да, конечно. Спасибо. У меня вопрос. Вот вы рассказываете про процесс, в котором участвуют сотрудники в вашей компании или еще есть сотрудники, допустим, Qsoft? И второй вопрос. У вас есть региональные сотрудники, которые не находятся в Москве? Ну давай отвечу. Да, давай ты ответишь. Значит, до фронтенда это все наша часть. То есть мы, в принципе, на фронтенде остановились. То есть мы делаем как бы верстку уже со всеми состояниями. А оставшаяся часть – это часть коллег из Qsoft. То есть там уже идет разработка. Там уже непонятно, что идет. Нагрузочное тестирование, на чем это разработка, на какой версии битрикс и какие там компоненты. Это все уже они решают непосредственно в зависимости от технических требований заказчика. То, что проекты в основном средние либо крупные. И как у них будет строиться разработка, для нас как бы местами остается большим секретом. А если мы, к примеру, берем разработку интерфейса интернет-банка, там, где тоже процесс заканчивается тоже на фронтенде, мы им отдаем сверстанные уже шаблоны, то там идет прикрутка к движкам типа AMD или какой-нибудь Sidecore, о которых мы тоже мало что знаем. Мы только знаем вот эти технические ограничения, чего можно там кастомизировать, а чего нельзя. Это за уровень спецификации, а остальное как бы уже на стороне… Куча разных платформ, поэтому мы стараемся как бы заканчивать работу на фронтенде. Нужно же вместо консультируется с коллегами на тему, чтобы не было нереализуемых решений. По поводу региональных, у нас есть представительство АИС роботик в Краснодаре, они занимаются поддержкой сайтов, но это такая более классическая модель. Еще вопросы? Классный доклад, спасибо, ребят. Вопрос следующий. То есть сам по себе дизайн сложно согласовывать, все это долго, может быть большое количество итераций. С вашей схемой я подразумеваю все еще дольше. То есть, так скажем, стандартный проект в какие сроки выливается в плане дизайна, вот вместе с проектированием и аналитикой? Я отвечу про аналитику. Сергей, про дизайн. Во-первых, заказчик очень сильно увлечен в процесс аналитики, поскольку у них, возможно, есть какие-то свои штатные специалисты, которые с этим работают, но ему интересно посмотреть на презентацию, ему интересно посмотреть на те закономерности, которые мы делаем. И это для него очень увлекательный процесс, и он проходит достаточно легко. И легко проходит процесс проектирования, потому что для заказчика прозрачный, почему мы решили то или иное решение сделать именно так. Не возникает споров, долгих вопросов, редко очень появляется желание экспертно дать нам замечания. И этот процесс проходит достаточно гладко и гораздо удобнее и быстрее на самом деле. Ну да, у нас есть дополнительный этап в виде аналитики, но учитывая то, что мы сидим, анализируем, презентуем отчеты, очень редко в него появляются корректировки, потому что мы сразу же договариваемся о потенциальных заказчиках и его хотелках, то это достаточно тоже просто и быстро. А еще там про дизайн было? Ну да. По поводу проектирования, ну прототипов и потом разработки концепции на основе. У вас был кейс, вы привели пример, там в принципе сильно отличаются, как бы в плане компоновки блоков и всего. То есть насколько потом, насколько адекватно заказчики воспринимают именно готовую концепцию с структурой согласованной? Не, ну мы это с ним все в процессе обсуждаем. Естественно, мы его предупреждаем, что прототип это как бы только прототип. У нас просто может быть был такой своеобразный пример, потому что мы хотели показать более насыщенный прототип с точки зрения функционала. Поэтому когда, конечно, прототип насыщенный, то мы стараемся играть и даже делаем в процессе подготовки дизайн-концепции, когда делаем презентацию, мы делаем несколько там дополнительных вариантов, когда заказчику показываем процесс, как там прототип превращается вот в это что-то совсем обновленное. То есть заказчик, в принципе, весь этот процесс видит. Ну там обычно, когда готовим презентацию по подготовке дизайн-концепции, там это обычно идет там 20-30 слайдов со всякими нюансами. И в том числе, вот отвечая на вопрос относительно вкусовщины, заказчик уже вовлечен, у него есть масса интересных данных, он уже согласовал прототипы. И, соответственно, тоже, когда готовится дизайн-концепция, это не просто одна картинка, которая отправляется ему по почте. Мы приезжаем с такой же анимационной презентацией. Презентация готовится в Keynote, в After Effects, когда все эти микровзаимодействия, они уже заанимированы. Он уже видит, как у него работает гамбургер, как у него там переворачиваются карточки, как работают ховеры. Соответственно, мы стараемся всегда в этом отношении работать, ну почти как бы на вау-эффект. То есть мы показываем почти рабочий интерфейс, поэтому вопросы на тему того, там давайте поменяем цвет шрифта, они как бы уже становятся практически малоактуальными. Конечно, он может задавать вопрос подобного формата, и ситуации, естественно, бывают абсолютно разные. Бывает так, что совсем не попали, то есть не бывает идеального процесса. Но в основном вот эта многоэтапность, она как бы помогает заказчика немножко отвести от того, что вот мы встретились один раз, о чем-то поболтали, и он такой, ну да, через пять дней я жду от вас дизайн-концепцию. А когда мы высылаем его дизайн-концепцию, получается, что он вообще говорил нам не про то, а вот то, о чем мы говорили. Говорили мы на разных языках. Поэтому вот это постепенное вовлечение, что вначале мы расспрашиваем, как у него идут дела, какой это банк, сколько у него этих департаментов, что они продают, какие ключевые продукты. Банки бывают абсолютно разные. И в любом бизнесе бывают свои нюансы. Соответственно, он уже понял, что мы так приехали, детально все расспросили. Потом аналитик проектирования опять поехали. Короче, в среднем все это занимает где-то 3-4 месяца до фронт-энда. Если мы берем такой средний проект, интерфейс интернет-банка или какой-нибудь интерфейс личного кабинета, или все вместе, да, то вот процесс дизайна со всеми этими нюансами 3-4 месяца получается. И потом еще неизвестно, сколько на разработке. Сверсткой, да. Вы запараллеливаете, ну то есть как бы часть дизайна готова, вверху начинять или строго двигаетесь. У нас есть пособие, ну как бы это у нас… Сейчас я сформулирую фразу. В зависимости от проекта. То есть есть, когда мы комбинуем. То есть сначала у нас есть проектирование, дизайн, и параллельно с дизайном у нас делаются отдельные макеты переставятся. Есть, когда мы все скопим по очереди. Нет такого линейного процесса. Ну да, оно варьируется. Проекты по-разному. Да. Спасибо за выступление. Скажите, пожалуйста, как вы вышли на уровень крупных компаний? И если вы помните, какая… Разработки, ну для топовых компаний. Если вы помните, какая компания была первой в вашей истории. Как вы считаете? А, у нас был первый ключевой проект. Это московский сайт реконструкции и развития. ММБР, по-моему. Это был первый случайный банковский сайт. Тендер на него, который мы каким-то чудом выиграли на просто случайном совпадении вкусов удаленно, когда мы телепатически почувствовали, что нравится заказчику. И когда мы уже стартовали на разработке банковского сайта, мы поняли, что банковский сайт – это нечто иное, чем то, что мы обычно делали, чем стандартный корпоративный сайт. Что он уже требует проработки какой-то логики, что у него достаточно сложная структура, и что нашими классическими знаниями мы точно его не сделаем хорошо. А нам очень хотелось сделать его хорошо, потому что был такой челлендж. Я помню, мы неделями, ночами сидели, все это изучали, мы просмотрели все банковские сайты. И вот так постепенно случился МБРР. Он был слишком хороший тогда для банковского сектора. Его даже, по-моему, леничевали на сайте Лебедева. И потихоньку, как сарафанное радио, оно начало заводиться. То есть начали приходить интересные заказчики. Всегда есть определенный момент, мне кажется, стартапа даже в веб-студии, когда нужно всем собраться вместе, сделать какой-то суперинтересный проект. У нас даже есть такое определение, как социальные проекты. То есть это проект, который в принципе не приносит особенно никакой прибыли, а часто мы работаем в убыток. Но заказчик достаточно крупный. Мы понимаем, что на этом сайте там огромное количество трафика ежедневного. Поэтому если мы там поставим наш маленький логотип внизу и сделаем его достойно, то это тоже как бы работает значительно на профит. Инвестиция в перспективу. То есть да, может быть мы где-то что-то потеряем, зато мы с этого получим еще ряд крутых заказчиков. Мы периодически проводим презентации банком. Нет, это в последнее время. Так банки сами приходили. Еще вопросы? Спасибо. Спасибо.